Итак, в потоке Пасхи давайте продолжим тему, а что такое Пасха? Потому что для многих людей Пасха – это праздник, Пасха – это всего лишь ключи, и люди думают. То есть они наделили Пасху правами и способностями их вылечить. Они наделили яйца крашеным правами и способностями их благословить. То есть смотрите, что такое Пасха? Пасха – это ваше творение, вы ее спекли. Что такое крашеные яйца? Это ваше творение. И получается, вы как творение Бога думаете, что творение Бога, которым вы являетесь, способны с вами что-то сделать. И это огромная иллюзия. Чем больше человек пребывает в иллюзии, тем больше растет его неудовлетворенность, тем больше растет его понимание, что в этом жизни что-то не так. Но так как это делают все, а мы все-таки стайные существа, и нам хочется действовать как все, потому что мы все боимся быть отвергнуты стаей, потому что вдруг осудят, а вдруг не поймут, и мы бежим делать Пасху, у кого больше и так далее и тому подобное. На самом деле Пасха – это Иисус Христос. Прямо очень важно понять. Пасха – это Иисус Христос. И когда Он говорил «преломляйте меня», Он имел в виду «преломляйте дух, который во мне». Я понимаю, что плотскими мозгами, вот этими мозгами, это понять очень сложно, потому что это все духовные вещи, которые пребывают внутри нас. Многие, когда приходят на сессии, они говорят «я болен, я хожу по врачам, врачи меня лечат, но результатов нет, становится только хуже, я становлюсь зависима от лекарств». Я говорю «ну да». Потому что Иисус, когда работал с людьми, Он говорил «ты дух немощи и болезни». Водивон! Смотрите, дух немощи и болезни. То есть теперь мы видим, что за болезнью стоит дух, бес. То есть какая-то некорректная по-другому программа, которая мучает человека. Поэтому, когда вы, не изгнав духа немощи и болезни, бежите к врачам, а дух-то остается, он хочет питаться этой энергией, поэтому вы пьете лекарства, вы делаете операции, и становится все хуже, хуже и хуже, и вы начинаете понимать, что что-то не так. Как одна женщина говорит, у нее был рак груди, она вырезала одну грудь, через три месяца вырезала вторую грудь, у нее рак пошел дальше. Я говорю «ну все правильно», потому что духа немощи и болезни не был изгнан. И поэтому, говорю, дух немощи и болезни продолжает дальше питаться твоей энергией, а ты продолжай резать свои органы дальше, дальше, дальше и дальше, пока этот дух не сожрет твое тело. Это точно так же, как глисты, например. Люди говорят «я не верю в духов». Я говорю «да, и в глистов тоже не веришь». Глисты, там всякие экземы, всякие грибки, это все питается твое тело, это все микробы. Поэтому Пасха – это не кулич. Пасха – это Иисус Христос, который приятный.